МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олимпийский огонь в Хакасии. Как встречали и как и где пролегал маршрут основного атрибута предстоящих зимних игр и какое впечатление произвел марафон на жителей республики? Мобильные рабы. Крепостное право продлевается, но в республике не все считают себя таковыми и равнодушны к инициативе снятия кого операторов сотовой связи. Никакого рабства я не вижу. Абсолютно все равно. Многие операторы просто раздражают своей качественной связи. Если и не золотые, то уж точно не простые яйца, судя по ценам, несут отечественные куры. Два сезона скачка цен уже были. Состоится ли третий? Все дорожает. А почему яйцо не должно дорожать? А почему мы-то должны в убытке быть? В лесах Хакасии растет поголовье копытных животных кабана, косули и морала. Помочь сохранить популяцию стараются специалисты дирекции по особо охраняемым территориям. Здесь они сохраняются, размножаются и потом уже расселяются по всей Хакасии. Пожалуй, самое обсуждаемое событие недели – эстафета Олимпийского огня в Хакасии. Вместе с этим мнения жителей касательно самой эстафеты кардинально разные. Кто-то считает, что денежные отраты не оправданы и средства можно было бы направить на другие цели. Кто-то ратует за любовь к родине и единство нации. Олимпийский огонь обойдет все регионы страны. Впрочем, кажется, вопреки скептикам, задумка властей провести самую масштабную эстафету у большинства вызывает самое теплое чувство. Порою до слезы душевный и небывалый подъем патриотизма. Константин Кравцов о том, как Хакасия приобщилась к Олимпийскому движению. На привокзальную площадь, куда Олимпийский огонь прибывает из Красноярска, люди начали приходить заранее. Впрочем, сейчас здесь народу не так уж и много, наверное, чуть более сотни, при том значительная часть сотрудники полиции. Олимпийский артефакт уже вот-вот прибудет. Встречать его Хакасия будет красной ковровой дорожкой и выступлением местных артистов. Ну а пока спецпоезд подъезжает, в живой коридор построились волонтеры. В Хакасии помощников эстафеты набралось около ста человек. В основном это студенты. Многие готовы просто за спасибо приобщиться к Олимпийскому движению. Последний раз это было в 1980 году. Мне тогда было 8 лет, я ничего не помню вообще про Олимпиаду в принципе. Хотя, в общем-то, она тоже каким-то образом тиражировалась. Поэтому сейчас вот оно случилось. Когда в следующий раз будет совершенно непонятно. Поэтому это исторический момент для России, уникальный для Хакасии. И поучаствовать в этом, мне кажется, это большая честь. Брендированный поезд, состоящий из десятка вагонов, прибывает ровно в назначенное время. Целый состав из Красноярска привез эту маленькую лампаду. Встречают гостей по национальному хакасскому обычаю. С Айраном первые лица республики принимают символ Олимпиады из рук хранителей огня. С огромной гордостью, следуя девизу и стафеты, вот только задумайтесь, объединить страну, открыть Россию. Сегодня мы открываем вместе с Россией нашу родную республику Хакасию. Мы представляем всему миру нашу замечательную, гостеприимную малую родину. Желаю, спасибо, ребят, желаю участникам эстафеты Олимпийского огня удачи и доброго пути. Добрый путь по улицам Абакана. Олимпийский огонь. Ура! Не успели зрители полюбоваться лампадой. Ее тут же увезли на Саяно-Шушенскую ГЭС. Пенсионер и ветеран спорта Николай Малых первым зажигает факел. Километровую дистанцию по гребню плотины поделили 10 факелоносцев. В прямом эфире на телеканале «Россия-1» эстафету могли наблюдать все жители Хакасии. С крупнейшей плотины страны огонь вертолетом возвращается в Абакан. Здесь почетный факел первой несет Татьяна Зырянова. В свои 19 лет она победитель Всемирной летней универсиады в Казани по борьбе на поясах, первенство России, бронзовый призер Кубка мира и мастер спорта. Организаторы попытались показать миру самые красивые места Абакана и самых выдающихся людей. У памятника Ивану Ирыгину с факелом бежит Светлана Кокова. Она воспитывает семерых приемных детей. «Надо, что петровка тяжело далась или нет?» «Нет, нет. Я думала, намного будет тяжело. Оказывается...» «И кто за вас сегодня болеет, если есть вот на этом месте?» «Род свиники, и дочь, и приемные мои ребятишки». Несмотря на мороз, историческое событие увидеть вышли тысячи горожан. В ожидании кортежа люди порой проводили на улице по несколько часов. Но, очевидно, никто не пожалел, увидев завораживающее пламя Олимпии. «Я считаю, что для моего ребенка это на всю жизнь память. Больше она такого никогда не увидит». «Такое событие в нашем городе – это же счастье присутствовать здесь и быть участником этого события Олимпиада в России». Путешествие огня по Хакасии длилось 8 часов. Десятикилометровая дистанция покорилась 61-му факелоносцу. Участник Олимпиады в Турине – попслиист Петр Макарчук и глава Хакасии зажигают Олимпийскую чашу на Первомайской площади, уже когда солнце ушло за горизонт. Ну а завершился праздник Олимпийского огня в Хакасии концертом артистов и красочным салютом, подликованием нескольких тысяч зрителей. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Владислав Пустовойт, Антон Новожилов, Иннокентий Араштаев, Евгений Чаптыков. Вести Хакасия. События недели. Похоже, страсти, кипевшие вокруг обанкротившегося предприятия «Хакасгаз», сходят на нет. Два месяца назад история банкротства интересовала многих, в том числе и депутатов Верховного Совета. На одном из президиумов глава комитета по бюджету Сергей Комаров активно интересовался, как такое могло произойти. А собственно процесс этой банкротства организации, как же так, почему полста более чем процентов есть у «Газпрома» и у «Хакасии», и почему она обанкротилась? Усматривается ли в этом вопросе преднамеренность банкротства? Есть здесь прокуратура. Многомиллионные активы, высказывала заботчинность депутат, уйдут с молотка за бесценок. А почему я столь напряженно про это говорю? А потому что память не изменяет, мы миллионов с 50 за последние несколько лет туда вкачали. Президиум постановил озвучить все депутатские вопросы и претензии во время правительственного часа на одной из сессий Верховного Совета и досконально разобраться в ситуации. На этой неделе такая возможность была предоставлена. О положении дел докладывал министр регионального развития Сергей Новиков. Депутаты, выслушав доклад, без лишних вопросов согласились с тем, что газовый кризис обойдется «Хакасии» дорого. О том, что единственное предприятие, от которого зависит газоснабжение «Хакасии» тонет, известно было, пожалуй, всем. В яму банкротства «Хакасгаз» спускался медленно. Отрицательная рентабельность, низкая платежеспособность, нестабильное предприятие работало последние пять лет. Крайней точкой стало сдерживание тарифов. Субсидии не покрывали фактические расходы. «Хакасгаз» погряз в долгах. В отчетности за 2011 год сумма полученных убытков за один год составляла 22 миллиона рублей. С каждым отчетным периодом происходил рост непокрытых убытков, сумма которых к концу 2011 года, то есть это тот период, когда принималось решение по конкурсному производству, достигла 54 миллиона рублей. Кому было выгодно банкротство «Хакасгаза»? Сегодня этот вопрос ушел на второй план. Правительство вместе с парламентом ломают голову, как сгладить уже наступивший газовый коллапс. Ясно одно, бюджет в любом случае пострадает. 100 тысяч человек, а это практически каждый пятый житель «Хакасии» пользовались газом. 25% получали голубое топливо из газгольдеров. Основные поставки – Абакан, Черногорск и Усть-Абакан. Здесь шансы сохранить газоснабжение сегодня высокие. Столица «Хакасии» уже нашла партнера из Красноярска. Правда, за обслуживание он просит 50 миллионов в год. Причем, если не создать обособленное отделение Красноярск «Крайгаза» в республике, налоги и рабочие места уйдут в казну соседей. Эти три муниципальных образования, хочу обратить ваше внимание, это 86% домов и квартир, которые пользуются газом. Поэтому оставшиеся 14% – это Абаза, Алтайский, Ширинский и Аскизский район – мы предлагаем этим муниципалитетам перейти на электропищеприготовление. Вариант перехода на электричество жители «Хакасии» не отвергают. Однако у людей остается надежда. Властям удастся найти альтернативное решение. Недовольство есть, но люди понимают, что люди сегодня заняли такую выжидательную позицию, понимая, что однозначно в одну минуту этот вопрос не решишь. Я думаю, что до 15 декабря, я думаю, все станет на свои места. Конечно, я сторонник того, чтобы вернуться на старую схему. Впрочем, вернуть старую схему как бы не хотелось, не удастся. Газифицированные дома, в том числе и в Абазе, оценил Ростехнадзор. Заключение – их эксплуатация в дальнейшем невозможна. Оборудование устарело. Реконструкция же только одной многоэтажки – от полутора до четырёх миллионов рублей. К тому же эти населённые пункты уже названы центрами убытка. Доставка газа сюда просто невыгодна. Транспортные потери обойдутся больше. Муниципалитеты на распутье переходить на электричество дорого, но оставлять как есть опасно. Сегодня обращаемся к жителям города, чтобы одновременно старались включать как можно меньше потребителей электрической энергии, потому что электропроводка этих домов, она не готова к таким нагрузкам. Как заверил министр регионального развития Сергей Новиков, республика поможет городам и районам безболезненно избавиться от газа. Сетевые организации уже закупают необходимое оборудование, чтобы заменить слабые проводки. Но сделать это в короткие сроки не выйдет. Необходимо слишком много средств. Один вопрос. Обеспечим ли мы бесперебойным снабжением этим газом население Хакасии на эту зимовку хотя бы в ближайший год? Владимир Николаевич, мы считаем, что безусловно газоснабжение бесперебойное будет обеспечено. Для этого прилагаются все силы и, по крайней мере, великих проблем в такой краткосрочной перспективе мы не видим. Будем работать над ситуацией. По поводу цен на газ добавил Сергей Новиков. Населению беспокоиться не стоит. Комитет по тарифам по-прежнему сдержит их рост. В этом году за килограмм голубого топлива в баллонах без доставки берут 32 рубля 92 копейки. С доставкой его стоимость 33 рубля 26 копеек. Цена же при реализации из газовых установок выше 35 рублей и 32 копейки. Повышение в 2014 году будет не выше установленных 6%. Ольга Стильмах, Владислав Пустовой, Твести Хакасия, События недели. Россияне останутся так называемыми мобильными рабами еще на три месяца, хотя ожидалось, что эти оковы с нас снимут именно сегодня. Но решением правительства России сроки постановления, вносящего изменения в правила оказания услуг мобильными операторами, продлеваются. Оно дает возможность сменить оператора без изменения номера. Процедура предположительно должна занимать всего 8 дней. Для юридических лиц чуть меньше месяца. Стоимость указанной процедуры точно не определена. Это будет зависеть от конкретного оператора мобильной связи. Но предписано, что брать за эту услугу можно не более 100 рублей. А со временем предполагается, что она станет совершенно бесплатной. Одним из основных инициаторов идеи внесения изменений в закон была антимонопольная служба. Теперь постановление вступит в силу весной. Этот период продлен до 1 марта 2013 года. Соответственно, где-то 2-3 месяца дали еще операторам, для того, чтобы они подготовились, поскольку многие операторы задавали вопросы, почему это случилось, в связи с чем произошла передвижка сроков. Нам пояснили о том, что не готово оборудование до настоящего времени, для того, чтобы все происходило без сбоев, поскольку там и ответственность предусмотрена для операторов. Если оператор вовремя не исполнит требования закона, абонент до момента передачи номера другому оператору должен получать услуги мобильной связи бесплатно. Впрочем, далеко не все, пользующиеся мобильной связью, считают себя рабами и хотели бы сменить оператора. Поскольку в этом есть и минусы, ведь сейчас по первым цифрам номера можно определить поставщика услуг. А у многих внутрисетевые звонки бесплатны. В будущем с этим возникнут затруднения. Я считаю, все нормально работают, и ни от кого никаких претензий не было у меня и не будет, поэтому абсолютно все равно. Никакого рабства я не вижу. Да, это очень. В принципе, это некоторых не устраивает, можно перейти и не поставить номер свой прежний. И я думаю, что это плюс. Конечно, не нужно устанавливать связь дополнительно, чтобы сообщить свой телефон. Иногда хочется поменять компанию, потому что бывают какие-то преимущества. И хочется оставить свой номер, но все понимают, номер есть уже у всех. Не хочется его менять, отправлять смс. Очень полезная функция. Многие операторы просто раздражают свои качества связи. Просто ухудшается одна связь, хочется перейти на другую. Работу над ошибками исполнили безупречно в минувший четверг хоккеисты Абаканских Саян. В повторном матче с кемеровской командой «Кузбасс-2» соперник был безоговорочно повержен 7-1. Удивительный и заслуживающий уважение результат, если учесть, что днем ранее коллектив из Хакасии потерпел поражение 1-5. Видимо, такие метаморфозы главный тренер Виталий Лазицкий воспринимает как само собой разумеющееся. Ведь после неудачного матча и накануне победного он говорил, чтобы дождаться положительного результата, стоит набраться терпения и верить в команду. Как видно, ждать долго не пришлось. Нормально, просто терпение болельщикам нужно. Я просто попросил бы терпения болельщикам. И все. А так мы работаем, я думаю, что в правильном направлении, если что-то меня поправит. То, что мы имеем, ссылаться на то, чего нет. То, что есть, то и есть. Мы работаем в тех условиях, какие у нас есть на сегодняшний день. Турнир, в котором Саяны начали новый сезон, называется «Первенство России» среди команд высшей лиги. Но определение высшей не отражает сути дела. Ведь по сути дела, это второй дивизион. В соперниках у Саян дублирующие, то есть вторые составы клубов «Енисей», «Сепсельмаш», «Байкал», «Кузбасс». Но стоит напомнить, что из элитного дивизиона команда выбыла отнюдь не по спортивному принципу, а в связи с финансовой несостоятельностью. И намерена восстановить утерянный статус, сказал президент Республиканской Федерации хоккея с мячом. У нас задача стоит все-таки уйти от высшей лиги в Суперлигу. Для этого нужно решить главную задачу финансирования. Это перспектива год-два от силы, не более двух лет. Через два года точно мы должны быть в Суперлиге. Может быть год. Средний возраст игроков нашей команды – 21 год. Коллектив молодой и неопытный, но амбициозный и почти в полном составе из воспитанников местной школы. По итогам первенства высшей лиги, он завершится в начале марта, две команды получат право перейти в элитный дивизион, но с условием, что у них не будет проблем с финансированием. К слову, сегодня в час дня на стадионе «Саяны» очередной матч в соперниках у абаканского коллектива «Новосибирский Сепсельмаш» – наш ближайший преследователь в турнирной таблице. Это Вести Хакасия, события недели, и мы продолжаем. Слова из русской народной сказки «Снесла курочка яичко, и дед плачет, и баба плачет» очень схожи с сегодняшней российской действительностью. Цена этого продукта практически одним махом поднялась до небывалых высот. Как тут покупателю не взгрустнуть, тем более осознавая, что прежних ценников уже не будет. И все бы ничего, к удорожанию всего вокруг уже привычка, но цены взметнулись на один из самых социально необходимых продуктов. На этой неделе антимонопольный комитет опубликовал данные проведенных проверок на предмет сговора. В поле зрения попали и производство дорожающих яиц, и торговля. И, кстати, нам удалось найти производителей и продавцов, у кого цены остались на прежнем уровне, и причин к удорожанию они не видят. Уже четвертый месяц подряд специалисты Хакасстата фиксируют рост цен на куриные яйца. Август и сентябрь вместе дали 10-процентный прирост, а в октябре он оказался поистине рекордным. Никакой другой продукт у нас так не подорожал. В октябре буквально до 20%, и за ноябрь около 7% прироста. Сейчас, на данный момент, средняя цена за ноябрь месяц получилась выше 50 рублей. Но вот продукция из личных подсобных хозяйств, то есть ее стоимость, не реагирует на рыночные изменения. А известно, что домашние яйца всегда ценились выше магазинных. Теперь ценник на них чуть ниже. А потому что цену частники не поднимали, все, что заложено в их себестоимость, на прежнем уровне. И комбикорм на рынке по-прежнему по 100 рублей уже полгода. Корм как был в цене, в прежней цене, как летом был, как весной и сейчас. Осенью немножко было подорожание, летом даже, может быть, ближе к осени чуть. Сейчас он остался на прежней цене. Поэтому, ну, не знаю, если, может быть, какие-то другие причины у производителей более таких мощных есть. Ну, для частного сектора, я думаю, что нет. На крупных предприятиях действительно целый перечень причин, по которым стоимость яйца при всем желании не может оставаться прежней. Это и отопительный сезон, а значит, расходы на кочегарку и электроэнергия, и модернизация, то есть многомиллионные расходы на оборудование, и растущая стоимость кормов. В кормовой себестоимости возросли это медикаменты, это витамины. В том числе, есть рост незначительный на зерно, но самое значительное – это грузоперевозки. Это перешли на зимние цены по дистопливу, что повлияло за собой увеличение себестоимости доставки комбикормов. В Хакасии только одна фабрика специализируется на производстве куриных яиц, а предприятий, где бы производили комбинированный для птицы корм – ни одного. Все за пределами республики. Отсюда и транспортные расходы. Нам приходится на сегодняшний день комбикорма возить с Кемерово, с Новосибирска. Это, естественно, наложится на себестоимость комбикорма. А себестоимость комбикорм в себестоимости яйца занимает 60-70%. Рабочие птицефабрики к повышению цен на свою продукцию относятся с пониманием. Говорят, по-другому и быть не может. Все дорожает. А почему яйцо не должно дорожать? А почему мы-то должны в убытке быть? Все подорожало. А если яйцо будет дешевое, и у нас заработной платы не будет? Говорят, что увеличение цены продукции никак не отразилось на повышении зарплаты сотрудников. То есть, та рентабельность, с которой работает птицефабрика, пока не дает возможности увеличить денежное довольствие персоналу. Какая была, такая и есть. Ничего нам никто не обещает. То есть, даже в перспективе? Да. Ну, может быть, когда вот запустят там еще один цех в 16-й, яйца будет больше. Может быть, тогда и зарплата, естественно, повысится. Почти все лето птицефабрика работала в убыток. Первый сезонный скачок в году был на Пасху. С 42 рублей в марте цена яйца в рознице за десяток в апреле поднялась до 49. К июлю упала до 32,5, а затем вновь стала расти. Еще и поэтому октябрьский скачок кажется огромным. А себестоимость все это время, по словам директора, была 34 рубля. Сейчас 3,90, а отпускная цена с фабрики 4,05. Если мы на сегодняшний день при нашей себестоимости там зарабатываем 15 копеек на яйце, то предприниматели зарабатывают где-то в порядках ну, наверное, рубль 20, рубль 50. Средняя цена в розничной сети 55 рублей за десяток. В магазинах пока не превышает психологический барьер в 70 рублей, но к этому близка. Проверки антимонопольного комитета нарушений законодательства не выявили. Есть так называемые фирмы, посредники, через которых осуществляется закуп этого яйца у птицефабрики, соответственно, потом осуществляется перепродажа, каждый накрутил и получилась вот такая цена. Но говорить здесь о ценовом сговоре розничной сети мы тоже не можем, потому что цены относительно у всех были разные. Но нельзя исключать, что в иных случаях посреднические услуги и договоры могут быть лишь на бумаге. Во всяком случае, у стебаканской птицефабрика, по словам директора, подняла отпускную цену только после того, когда рост наметился в розничной сети. В фирменных магазинах фабрики ценники минимальны, но еще меньше в частных подворьях, где уж точно никаких посредников нет. Есть листья, мы продаем 50, ну там 50, что ли, десяток 50 рублей, что ли, жена продает, я точно это ее. Что будет дальше с ценами на социально необходимый продукт, можно предположить только логически, исходя из того, что в стране три повода для сезонных скачков цен. Пасхальный, осенне-зимний и новогодний. Важная роль средством массовой информации отводится в борьбе с чумой 20 века и не случайно днем борьбы со СПИДом выбрано 1 декабря. Это идея американцев и предполагалось, что к этому времени СМИ устанут освещать избирательную кампанию, а это был выборный 1988 год, и будут впадки на что-нибудь новенькое, к тому же еще предостаточно времени до рождественских каникул. В общем, день посчитали идеальным для освещения проблемы в средствах массовой информации. Возможно, меры информационной борьбы были уже запоздалыми, чума расползалась по всему миру. По данным республиканского центра антиспид, первый ВИЧ-инфицированный в Хакасии был зарегистрирован в 1997 году. На сегодняшний день уже 638 пациентов с таким диагнозом, причем 15 из них выявлены в ноябре. Основные пути передачи инфекции половой и инъекционный. И несмотря на то, что в группе риска наркоманы и коммерческие секс-работники, бдительность, говорят врачи, терять нельзя. Группа повышенного риска, а так, как вы сказали, уязвимая. ВИЧ, к этому, к этой группе можно относиться все молодежь, потому что молодежь редко задумывается о чем-то бывшем. Они хотят получить удовольствие сейчас и сегодня. Если раньше диагноз ВИЧ звучал как приговор, то современные методы дают надежду на, в принципе, полноценную жизнь. Вакцина против ВИЧ до сих пор не создана, но вопрос, сколько человек может прожить со спидом, сегодня уже не воспринимается медиками как обреченный. ВИЧ-инфекции говорим не о смертельном заболевании, вызывающем гибель человека, а говорим о хроническом инфекционном заболевании. Ну, ситуация такая, которую можно сравнить, допустим, с тем, что люди знают про диабет. Если вовремя принимать и нормальные препараты принимать, то человек практически живет как здоровый. Но излечить до конца нельзя. Декабрь будет месяцем по-настоящему зимним, по-сибирски холодным и снежным. Как прогнозируют синоптики, температура будет ниже нормы на 3 градуса. Это можно расценивать как компенсацию за аномально теплый ноябрь. Он был теплее среднегодовых показателей на 5 градусов. Впрочем, и в первый зимний месяц подморозит не сразу. Тепло нашего последнего осеннего месяца ноября плавно перейдет в декабрь. Ночные температуры будут находиться в пределах минус 10-15 градусов. А дневная температура находится около нуля будет. А в дальнейшем, в декабре, температурный режим будет неоднородным. Ночная температура будет колебаться от минус 10 до минус 35 градусов. А дневная температура будет находиться в пределах 15-20 градусов мороза. Недобор осадков по прогнозу ожидается только в степной зоне республики. В горных районах прогнозируется полутора месячная норма. Из-за слишком высокого снежного покрова в лесной и таежной местности диким животным трудно передвигаться, а главное находить пропитание. Но в этот непростой период зимовки зверь голодным не останется. Речь о заказниках Кискачинском, Устебаканском районе, Июзском и Багратском. Зверей спасают сотрудники дирекции по особо охраняемым природным территориям. В специально организованных кормушках они раскладывают заготовленное летом сено. Не покупное, как в прошлом году. Оно обходится слишком дорого. Пришлось отдать полмиллиона рублей год назад. Теперь всего две тонны дистоплива и в этом году на собственной технике лесных участках заготовлено свыше ста тонн, чего должно хватить на всю зимовку. Усилия не напрасны, говорят специалисты. По данным учетов ежегодное количество копытных увеличивается. Это и косули, и морала, и кабана. Наша самая задача сохранить тяжелый период, когда они выходят в город дампы, где становятся легко доступными для добычи. А здесь они сохраняются, размножаются и потом уже расселяются по всей Хакасии. У меня на этом все. Программу продолжит парламентский дневник. Сегодня вечером Вести Хакасия события недели выйдут в повторе на телеканале Россия 24 в системе кабельного телевидения. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова